Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео о вторынок. Кстати, если вы еще на нас до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного о том, что касается выбора и приобретения поддержанных авто, в том числе обзоры на различные модели машин в разных форматах. Ну а если вас интересуют перечень автомобилей в наличии, либо наши вакансии, все это вы можете узнать на нашем сайте, ссылочки в описании. Если вы живете в сибирском или дальневосточном регионе, и вы смотрите для себя компактный экономичный автомобиль, скорее всего, вы будете смотреть варианты наподобие Toyota Vitz или, возможно, Toyota Passa, что-то такое. Если вообще не кейкары с объемами двигателя в районе 0,7 литра. Но если вам нужен леворульный вариант, то европейские производители также были готовы предложить свои решения на эту тему. И сегодня речь пойдет как раз об одном из таких вариантов. Skoda Fabia, второе поколение. Ставшая крайне популярной на европейском рынке, вторая Fabia появилась в 2007 году. Эта машина простояла на конвейере достаточно продолжительное время. Последние экземпляры покинули сборочные линии в 2015. В 2010 году машину провели через рестайлинг, в ходе которого, помимо легкого обновления внешности, обновили также агрегатную линейку, которая дополнилась современными турбомоторами семейства TSI. Кроме того, на рестайлинговых автомобилях начали устанавливать с этими самыми турбомоторами еще и роботизированные коробки передач. На российском рынке Fabia не продавалась с дизельными моторами, по крайней мере официально. Поэтому выбор агрегатов сводился к следующим вариантам. Младший по объему двигатель объемом 1,2 литра. Безальтернативно атмосферная для дорестайлинга мощностью 60 либо 70 лошадей. И турбоверсия для рестайлинговых машин на 105 лошадиных сил. Также здесь был двигатель 1,4 литра на 86 лошадей. И мотор 1,6 также в атмосферном исполнении на 105 лошадей. Вершина моторной гаммы. Коробки передач механические для младших. И шестиступенчатая автоматическая для старшего мотора. На рестайлинге еще и роботизированная семиступка. Привод только передний. Сегодня на нашем подъемнике автомобиль 2011 года выпуска. С мотором 1,2, 70 лошадей. Атмосферник, механика. Пробег 134 тысячи километров. Вторая Fabia это компактный хэтчбэк. Длина автомобиля менее 4 метров 3,99. Ширина 1,64. Высота 1,49. А колесная база 2,46. Машина отличается небольшим радиусом разворота 5 метров. И небольшой снаряженной массой всего 1135 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия. То у этих автомобилей, как и у некоторых других моделей ВАГа. Особенно собираемых на локализованных производствах. Часто встречается как двойной слой окраса. Так и в целом толщина ЛКП у этих машин. Толще обычных привычных показаний. И вполне может доходить до 180-200 микрон заводской краски. При осмотре подобного автомобиля не поленитесь пройти толщиномером все кузовные элементы. Включая крышу, стойки и дверные проемы. И впоследствии сопоставьте показания прибора. Разброс должен быть минимальным. И если разброс показаний по всем элементам плюс-минус схож. Скорее всего вы имеете дело с заводским окрасом. Кстати, что касается стойкости кузова к коррозии, то у Фабии в этом плане все в полном порядке. Гниют они крайне и крайне неохотно. Если, конечно, речь не идет про предварительно хорошо подбитые экземпляры. А вот с качеством лакокрасочного покрытия, несмотря на толстый слой, не все так однозначно. На этих машинах встречаются фирменные ваговские дефекты в виде масштабного отслоения краски в местах глубоких сколов. Краска облезает буквально пятаками. И по этой причине, кстати, кузовные элементы могут быть перекрашены на подержанном автомобиле. Имейте это в виду. Подобная болячка характерна не только для Фабии, но и, например, для Volkswagen Tiguan или Skoda Octavia. Про нее нужно просто быть в курсе. А вот из характерных именно для маленькой Фабии проблем можно отметить проблема с трапецией дворников и с их, собственно, приводом. Проблема чаще встречается на пробегах за 130 тысяч километров. И в некоторых особо запущенных случаях поможет только замена всего механизма в сборе. Так что при осмотре проверяйте исправность стеклоочистителей. Что касается интерьера и бортового электрооборудования. Вообще, по Skoda Fabia будет рекомендация. При покупке подобной машины проверяйте все, что здесь есть. Хотя для данных автомобилей не характерны, например, проблемы с подрулевым шлейфом. Но зато о подогреве сидений отказывают чаще, чем того хотелось бы. Поэтому на исправность подобных вещей обязательно обращать внимание. Туда же относятся проблемы с электростеклоподъемниками. Чаще с самим блоком управления стеклоподъемниками. И с мотором печки. Который в некоторых случаях мог начать шуметь уже на пробеге тысяч в сорок. Ну а теперь про гамму агрегатов под капотом маленькой Fabia. На самом деле на российском рынке эти машины можно было купить, по сути дела, с четырьмя основными вариантами двигателей. И базовым в линейке, как по мощности, так и по объему, был обычный атмосферник с распределенным впрыском. Его индекс BZG. Это трехцилиндровый мотор без фазовращателей с цепным приводом газораспределительного механизма. Очень простой по конструкции. Двигатель может выдавать 70 или 60 лошадиных сил в зависимости от версии. В нашем случае это 12 клапанник и мощность 70 лошадей. Крутящий момент здесь 112 ньютонометров. Этот двигатель даже с механической КПП не делает из Fabia гоночный болид. И подойдет такая силовая установка только очень-очень спокойным водителям, которые, в принципе, уже никуда особо не торопятся. Зато простая конструкция этого мотора обуславливает отсутствие каких-то обусловленных технической изощренностью неисправностей. По большому счету, основная проблема на этих двигателях – небольшой ресурс цепи. Менять ее приходится где-то раз в 50-60 тысяч километров пробега. Второй момент – это встречающиеся на данных моторах глюки датчика температуры охлаждающей жидкости, из-за которых мотор может плохо запускаться на горячую. Зато масляный сервис здесь отнюдь не обременительный. Да, менять масло желательно почаще, хотя бы раз в 8 тысяч километров пробега, но заливается его сюда менее 3 литров. Вязкость 5W30, а ресурс такого мотора – это около 250 тысяч километров пробега. Кстати, гидрокомпенсаторы здесь есть, поэтому регулировать зазоры клапанов не придется. То же самое относится и к двигателю объемом 1,2, но уже на 86 или 105 лошадей. Это CBZB – другое поколение, и такие двигатели уже четырехцилиндровые. Они оборудованы системой непосредственного впрыска топлива и турбонадулом. Основные и наиболее дорогостоящие проблемы двигателей серии CBZB – все те же. Это цепь, правда, ходит она здесь не 50, а уже около 100 тысяч километров пробега. И сама турбина, вернее, система управления геометрией и вестгейтом. Зато у турбомотора куда выше крутящий момент, и такая Фабия на ходу, конечно, поинтереснее. Высокий экологический класс подобных двигателей и некоторые конструктивные особенности обуславливают еще и достаточно долгий прогрев. В зимнее время суток, как только прогревочные обороты двигатель сбросил, начинаете движение, все равно на месте такой агрегат вы не прогреете. Атмосферный двигатель объемом 1,4 литра носит индекс CGGB. Это 86 лошадиных сил и 132 нитонаметра крутящего момента. У этой все еще простой по конструкции рядной четверки ременной привод газораспределительного механизма и регламент с заменой ремня 90 тысяч километров. Соответственно, до него лучше не доводить и менять ремень превентивно, ввиду того, что при обрыве клапана гарантированно гнет. Зато здесь все так же есть гидрокомпенсатор, и не придется лазить в механизм для регулировки тепловых зазоров. Атмосферник 1,4 это надежный двигатель. Его ресурс где-то около трех сотен тысяч километров пробега. Естественно, никто не отменяет вариант попасть на залегшие маслосъемные кольца и столкнуться с расходом масла на угар. Но основные проблемы эти двигатели преподносят по мелочам, по таким, как, например, катушки зажигания. И делают это нечасто. Наличие гидрокомпенсаторов, кстати, обуславливает и потенциальную возможность такого мотора к большому пробегу ими стучать. Так что учитывайте этот момент, когда будете смотреть подержанный автомобиль. А вот со стуком на двигателях 1,6 уже немножко другая история. 105-сильный наиболее объемный мотор здесь это CFNA. Тот же самый мотор, который вы можете обнаружить под капотом до рестайлинговых Volkswagen Polo Sedan. Выдающий 153 ньютонометра агрегат для FAB более чем достаточен. С таким мотором на автомате FAB разгоняется до 100 км в час за 11 секунд. И при этом отличается небольшим расходом топлива. У моторов CFNA обычный распределенный впрыск топлива. Они переваривают 95-й бензин, в отличие от малообъемных турбособратьев. А также имеют цепной привод газораспределительного механизма. Кстати, с неплохим по меркам VAGA ресурсом около 150 тысяч километров. Ключевая проблема этих моторов заключалась, собственно, в поршневой. А конкретнее в склонности поршней стучать в точке перекладки об стенки цилиндра. Причем зачастую эта особенность никак не влияет на, собственно, ресурс силового агрегата. Хотя, в конце концов, компания проблему признала и даже меняла поршневую по гарантии. Но многие владельцы подобных двигателей так и не доехали до официального дилера, разменяв свои дежурные 300 тысяч километров пробега на стучащих, в кавычках, поршнях. Но, помимо этого, у CFNA все те же вопросы, периодически возникающие по катушкам зажигания, ремню навесного оборудования и выпускному коллектору, который в некоторых случаях имеет свойство трескаться. Но, как уже было сказано, на ресурсе мотора 1.6 эти вещи мало сказываются. И большинство владельцев выбирают просто к ним привыкнуть. Что касается коробок передач, на FAB устанавливалось три варианта трансмиссии. Первая в ряду – это механическая КПП. Обычная пятиступка, индекс MQ200. Коробка очень распространенная, ставилась много на какие ваги. Что стоит сказать по этой трансмиссии? На самом деле это достаточно надежный агрегат, способный отъездить около 300 тысяч километров пробега. Замена масла в механике должна осуществляться раз в 80 тысяч. Благо заливается его туда не так много, всего 2 литра. По слабым местам этой КПП стоит отметить несколько моментов. Первое – у водителей, которые не очень умело пользуются коробкой, либо любят погонять, могут выходить из строя синхронизаторы. Причем делают это они иной раз на относительно небольших пробегах. Успокоенных, более размеренных водителей таких проблем не возникает. Также при осмотре машины на механике обязательно обратите внимание на один нехороший симптом, проявляющийся в виде рокота на холостых оборотах. Подобный звук может указывать на проблемы с подшипником первичного вала и, соответственно, оказаться предвестником ремонта. При осмотре на подъемнике обратите внимание на то, чтобы у вас не текли сальники приводов, а к большим пробегам свыше 250 тысяч может уже разбалтываться и сам механизм переключения. Хотя в целом стоит отметить, что механизм выбора передач у этой КПП достаточно четкий и приятный. У адекватных, аккуратных водителей даже комплект сцепления здесь отработает под 130-150 тысяч. Второе КПП, которое встречается только на рестайлинговых автомобилях, это печально известная 7-ступенчатая DSG с сухими сцеплениями типа DQ200. Данные трансмиссии концерн совершенствовал и довел до ума. Правда, уже в основной массе к моменту, когда вторую Fabio снимали с производства. Когда DQ200 исправна, вопросов по такой трансмиссии нет. Она работает быстрее механики, прекрасно переключает передачи, делает это плавно и быстро. Но в случае, если вы попадете на замену сцеплений или на ремонт мехатроника на Fabio, которая сама по себе не является дорогим автомобилем, скорее всего, вы расстроитесь от стоимости подобных процедур. А если автомобиль эксплуатируется в основном в городском пробочном режиме, то сухая DSG отнюдь не порадует вас большим ресурсом. Чтобы купить Fabio на автомате, на классическом автомате, вы должны искать машину с мотором 1,6 литра. Тогда здесь будет стоять коробка маркировкой AQ250 или A-SIN TF60SN. Естественно, как следует из названия, коробка японская шестиступка. И в целом это очень надежный агрегат. Но автоматическая КПП на Fabio боится перегрева. Нужно следить за системой охлаждения КПП и своевременно менять рабочую жидкость. Также имейте в виду, что на пробегах за 150 тысяч километров уже может изнашиваться и сам фрикцион блокировки гидротрансформатора. Что, во-первых, диктует необходимость более частой смены масла хотя бы раз в 50 тысяч километров для удаления продуктов износа из системы. А второе, более тщательного осмотра. Кстати, шестиступенчатый классический автомат на этих машинах очень любит подталкиваться и подергиваться при работе на горячую. Как правило, на холодной КПП никаких симптомов нет. Поэтому, если вы смотрите Fabio на классической автоматической коробке, не поленитесь на тест-драйве прогреть КПП и оценить ее работу. Что касается ходовой части у второй Fabio, то здесь все просто под стать к классу автомобиля. Передняя подвеска типа Macpherson. Что касается ресурса и ее компонентов, то у Fabio он, конечно, далеко не безграничен. И такие типичные расходники, как стойки стабилизатора, здесь выхаживают порядка 30-40 тысяч километров пробега. Ресурс таких позиций, как сайлентблоки рычагов, или шаровые опоры, или ступичные подшипники, здесь что-то около 80 тысяч. Благо, те же самые шаровые можно поменять отдельно от рычага. Опорники и сами стойки живут дольше, где-то порядка 100-120 тысяч километров пробега. Зато по рулевой рейке здесь вопросов нет. Это узел крепкий. Усилитель рулевого управления здесь электрогидравлический. Что касается антикоррозийной обработки, то большинство автомобилей после 2008 года выпуска, которые проданы по каналам официальных дилеров, это сборка отечественная. И, соответственно, антикором эти машины снизу обрабатывались достаточно щедро, особенно если сравнить с японскими аналогами. Антикор здесь находится не только на порогах, но и на центральной части днища тоже. Причем слой его весьма солидный. На заводе не жадничали. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Его объем 45 литров. Бак здесь пластиковый. Горловина тоже ржаветь не будет. Что касается задней подвески, это простейшая схема. Здесь балка. Сайленблоки балки выхаживают за 200 тысяч километров пробега до замены. Амортизаторы и пружины разнесены отдельно друг от друга. Задние тормоза у этих автомобилей могут быть в простых версиях барабанными. Так вот, ресурс подобных тормозов порядка 150-160 тысяч до первой необходимости обслуживания. Передние колодки требуют замены где-то в среднем раз в 50. И очень сильно зависят от стиля эксплуатации машины. Общие выводы про Шкоду Фабию как про автомобиль будут следующие. Эта машина имеет ключевое преимущество, характерное для прочих продуктов концерна ВАГ. Это хорошо сопротивляющийся ржавчинный кузов. Все остальное здесь, в принципе, чинится недорого, если не говорить про серьезные ремонты силовых агрегатов, например, ТФСИ серии. Поэтому, если вы все-таки рассматриваете для покупки подобную машину или вам подвернулся экземпляр по хорошей издельной цене, желательно обращать внимание первостепенно на моторы 1.4 Atma. Ну, а если нужен именно классический автомат, то двигатель 1.6 будет тоже здесь неплохим подспорьем. Правда, на диагностику в профильный сервис подобную машину все же лучше свозить. В остальном же правильно подобранный экземпляр не окажется для вас разорительным. И даже относительно небольшой ресурс компонентов ходовки здесь компенсируется их невысокой стоимостью. На этом наш обзор завершен. Если он вам понравился, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и пишите в комментариях, какие машины хотелось бы видеть на подъемнике в будущем. Ну, а если у вас была или есть Шкода Фабия второй генерации, вы на ней накатали достаточный километраж, и вам есть в чем нас поправить, в чем дополнить, пишите все в комментарии. Людям, которые думают про покупку подобного компактного хэтчбека, ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok